Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы оканчиваем изучение книги «Исфирь». И мы читаем 10 главу, последнюю главу этой книги, с 1 стиха и ниже. Потом наложил царь Артаксерс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельные показания о величии Мардахея, которым возвеличил его царь, записаны в книге древних записей царей медийских и персидских. То есть в самих языческих хрониках Мидии и Персии это все отражено. Равно так и то, как Мардахей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе «И великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего». Вот здесь некий такой прецедент. Верующий человек должен всегда говорить во благо всего племени своего. То есть то, что называется патриотизмом, патрио, отчизна, отечество. Человек должен воспринимать свою нацию, которую он принадлежит как некую границу ответственности, очерченную рукой Бога. Если человек, будучи христианином, принадлежит к чеченскому народу, к русскому народу, к украинскому народу, или он там француз, немец, для него, его нация, это и есть поручение от Бога. Поручение от Бога. Потому что он прежде всего должен заниматься обращением своих, как и Христос, начиная свою проповедь, говорил апостолам «Идите наипаче», то есть прежде всего к погибшим овцам дома Израилева. В настоящей нашей ситуации погибшие овцы дома Израилева — это православные люди, крещеные, но не наученные, которых мы должны духовно просвещать, если не сами, то подсказывать, на каком сайте они могут получать какую информацию, с каким священником хорошо бы им пообщаться, на какие беседы хорошо бы им сходить, и какие книги прочитать. Далее по тексту Септуагинты приводятся заключительные слова Мордахея. Мы рассмотрим часть этих слов. «И сказал Мордахей, от Бога было это, ибо я вспоминаю сон, который я видел о сих событиях». Он действительно видел сон, и мы о нем говорили, как две змеи огромных, они пытались нападать на народ Божий. «Не осталось в нем, то есть в этом сне, ничего не исполнившимся. Малоисточник сделался рекою, и был свет и солнце, и множество воды. Это река Исфирь, которую взял себе в жену царь и сделал царицей. А два змея – это я и Аман. Я и Аман, что он имеет в виду? Две мудрости, человеческая и небесная. Помните, как Христос сказал, будьте мудры, как змеи. А что Христос имел в виду? Змея, когда на нее нападают, она спасает свою голову. Так и христианин, когда на нее нападают, у христианина голова кто? Христос. Он может потерпеть любой ущерб, только не отказаться от Христа. А два змеи – это я и Аман. То есть, с одной стороны, это может выглядеть, как между молотом и наковальней, с другой стороны, это две мудрости – небесная, земная, человеческая, божественная. Народы эти – это собравшиеся истребить имя иудеев, а народ мой – это израилетяне, воззвавшие к Богу и спасенные. И спас Господь народ свой, и избавил нас Господь от всех сих зол, и совершил Бог знамения и чудеса, великие, какие не бывали между язычниками. То есть, получается, что в понимании Мордохея вот это событие освобождения евреев, рассеянных между Индией и Эфиопией, даже более значительно, чем исход евреев из Египта. Потому что из Египта они выходили малым народом, а здесь они распространились между Индией и Африкой, Эфиопией, и была угроза их полного тотального уничтожения. И окончание его слова в четвертый год царствования Птолемея и Клеопатры до Сефеи, который, говорят, был священником и левитом, и Птолемей, сын его, принесли в Александрию это послание Апурим. Но здесь уже как бы не его прямая речь, а как бы окончание всей книги в изводе именно Септуагента, которое, говорят, истолковал Лисимах, то есть Лисимах был первый как бы комментатор, сын Птоломея, бывший в Иерусалиме. Скорее всего, это приписка уже переводчикам Септуагента, потому что они и жили при Птолемее, потому что по приказу фараона Птолемея и был сделан перевод Библии с еврейского на греческий язык для известной Александрийской библиотеки, куда, наверное, и был положен один из подлинников этого текста по переводу 72 переводчиков, то, что называется Септуагентой. 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 Продолжение следует...